Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал, Instagram и страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Надя Соколовская заявила, что больше не будет добиваться Богдана Бобрика. Богдан мне нравился, я ему предложила заняться волшебством, а вечером поехать в караоке. Сейчас мое отношение к нему изменилось и Богдан мне больше не интересен. Богдан, находясь в Саранске, загулял с некой Асей, 29-летней незамужней женщиной с двумя детьми. Настя Волынец узнала об этом и обратилась за помощью к подписчикам, чтобы ей помогли найти хоть какую-то информацию об этой Асе. После возвращения Богдана из Саранска, Настя Волынец рассталась с ним. Пока Бобрик зажигал в Саранске с Асей, Настя тоже даром времени не теряла. По сети уже гуляет видео, на котором Саша Харитонова, которая всегда все знает, рассказывает, как Настя ходила в сауну с Барзиковым и рассматривала тело Бани во всех подробностях. Настя Иванькина ссорится со своим парнем Никитой Тетериным из-за того, что он не может отстоять свое мнение в коллективе. У нас с Никитой проблемы. Пытаюсь объяснить ему, что если коллектив твердит мнение, с которым ты не согласен, нужно опровергать слова, а не просто отмалчиваться. На проект снова вернулся Илья Кротков. Саша Гозиас надеется, что он не будет лезть в ее отношения. Илья не планирует вернуть бывшую жену, он намерен найти себе другую девушку, однако в это мало кто верит. Ольга Бузова отправилась на Сейшелы открывать новый проект «Остров любви. Последний шанс». Стали известны его подробности. За внимание Вани Барзикова и Саши Задойного и миллион рублей будут бороться 12 совершенно новых девушек. Девушки будут выполнять задания, которые им будет давать Венцислав Пингрышановский. На острове он будет играть особую роль. Участники «Дома-2» уже проводили Ваню Барзикова на Сейшелы. Игорь Трегубенко, не поставив в известность свою жену, подал документы на покупку двухкомнатной квартиры. Хотя Элла, как вы помните, хочет трешку. За это жена подала на него в суд и Игорю дали сутки исправительных работ. Ольга Жемчугова удивила своих фанатов фотографиями, на которых она предстала с новым цветом волос. Поклонники в восторге от нового имиджа девушки. В видеотрансляции Оля сказала, что решила провести отпуск отдельно от Глеба. «Я говорила, что мне бывает морально тяжело на «Доме-2». Как только я начинала хандрить, ведущие шли мне навстречу и разрешали уехать в отпуск. Сейчас я хочу отдохнуть без Глеба». Ксения Бородина отключила комментарии в своем микроблоге. Она написала, «Изначально Инстаграм был платформой, где люди выкладывают фотографии. Их лайкают, делятся полезными страницами и советами. Но, к сожалению, спамщики и хейтеры превратили это место в помойку. Пусть их рты будут закрыты. А моих подписчиков, которых я люблю и всегда им благодарна, я и так вижу, слышу и чувствую. Я готова к общению с вами, но все в меру». Нелли Ермолаева призналась, что уже хочет иметь детей и в ближайшее время станет мамой. «Я понимаю, что уже могу стать мамой. Карьера и материальное положение есть. Родители здоровы. Конечно, мамой я завтра же не стану, но в ближайшем будущем точно. Родители хотят видеть внуков и постоянно задают вопросы, когда появятся наследники». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, Инстаграм и страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.